ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Который дал второй толчок популярности Мадди Уотерса Потому что популярность блюзманов, она вообще такая Блюзманы, как и джазманы, люди небогатые Ну, Мадди Уотерс, кстати говоря, был исключением Потому что он неплохо зарабатывал более чем Знаменитая его фраза, когда он пришел в студию Сказал музыкантам, играйте, пожалуйста, потише Потому что вы забиваете мой голос, который стоит миллион долларов Любил себя и правильно делал Правильно делал, все хорошо Так вот, некий спад популярности черной музыки Вообще черного блюза в Америке в конце 60-х таки случился Потому что расовые проблемы, они никуда не девались И блюз был музыкой маргинальной для белого населения А белое население – это основной покупатель пластинок Основной покупатель рекламы И всего-всего, что связано с доходами музыкантов И был записан альбом в 68-м году под названием «Электрик Мант» Про который я поговорю отдельно «Электрическая грязь», где люди, которые заправляли продажами пластинок Мадди Уотерса, менеджеры и прочие-прочие бухгалтеры Натолкнули его на идею выйти на поле Джимми Хендрикса То есть совместить черный блюз с белой психоделической музыкой Которая была более или менее еще пока популярна в Америке В тот момент времени, в 68-м году Хотя в 67-м уже тоже все это пошло на спад Но тем не менее С коммерческой точки зрения пластинка была неудачной С точки зрения музыки, на мой взгляд, она фантастическая, блестящая Мы про нее отдельно, как я уже сказал, поговорим Такая вязкая, болотная, космическая, подземная Одновременно с тем психоделия С голосом Мадди Уотерса Но отдельный разговор, да Я буду захлебываться восторгом И вообще Но она не принесла ожидаемого результата И в 69-м году Мадди Уотерс слился в творческом экстазе С молодой, яростной, белой командой Которая в Америке шла Не то чтобы локомотивом, но шла хорошим, крепким своим путем Это группа Paul Butterfield Blues Band О которой тоже отдельно мы поговорим У меня, слава богу, это все есть И здесь присутствует Сам Paul Butterfield На губной гармошке играющий Майкл Блумфилд Изумительный гитарист Один из самых крутых на тот момент времени гитаристов Соединенных Штатов Америки И, может быть, и Англии А может быть, и мира Если говорить о музыке в стиле блюз Я подчеркиваю Мы не затрагиваем консерваторских музыкантов Которые играют Другую музыку на другом уровне Для другой аудитории С другими задачами И с другим видением Как музыкального, так и вообще мира И Сэм Лэй Барабанщик из Paul Butterfield Blues Band Присоединился сюда же Отис Спен Один из моих любимых пианистов Играющих блюз И на концертную часть выходят Дональд Дагдан И Бадди Майлз Которые в рекламе не нуждаются Пластинка двойная Вот с таким Очень красивым разворотом Я думаю, что дизайн тут Просто выше всяческих похвал Вот такой альбомчик К сожалению, у меня это не оригинал А издание 1981 года Но все равно 1981 год тоже неплохо Тоже нормально И если Электрик Мат Это был психоделический блюз То этот Я не могу назвать это Хэви Мэтал Блюз Но то, что это Хард 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 Блюз Это однозначно Первая пластинка студийная Вторая пластинка концертная И вот эта концертная часть Она Просто Говорит о том, что Я представляю себе Концерт, на котором Играют одновременно Лед Зеппелен и Группа Бадди Майлз В этом составе Вот с таким звуком С таким качеством Как записано здесь То неизвестно Кто кого уберет Что называется Я это все дело Не люблю Они вышли на сцену И убрали там кого-то Ну, что значит убрали Сыграли Лучше Сыграли громче Сыграли Интересней А термин убрали Он совершенно Не близок Но, тем не менее Для любителей Лед Зеппелен Сразу можно ставить Вторую пластинку Из этого двойника Long Distance Call Который сразу показывает Мощь блюза Это настолько мощно Хотя здесь нет Вот этого Вот, как я Не люблю Вот этого Вот этих Вот, вот этой Безумной игры С перегруженной гитарой С бендами И с быстрыми пассажами И с кривыми интервалами Ничего этого здесь нет Майкл Блумфилд Играет слайд-гитару С отвратительным звуком Вот блюзовый звук Он омерзительный Должен быть Он не должен быть Красивый Точный Такой, как Не знаю Как там у Джоба Намаса Наверное Красота такая Это Это очень все хорошо Но это другая музыка Это другая музыка И называть ее Вот этим Не следует Это совсем Другая история А настоящий блюзовый звук Отвратительный Омерзительный И режущий Просто вот так Вот насквозь А Майкл Блумфилд Блумфилд Разрезает Концертный зал На части Как торт Вот так вот Как лопаткой Так раз Весь концертный зал На сегменты На кусочки Порезан За счет Его Невероятного Слайда Ну и В целом Все так тяжело Звучит Гармошка Пола Баттерфилда Она работает Просто за Духовой оркестр Одновременно И за Клавиши За синтезаторы За еще Одну гитару И за все За все инструменты Существующие в мире И доказывает Что Догубная гармошка Это один из самых Мощных Духовых инструментов Настолько Тут Это все Прошибает Я повторюсь Что с Лед Зеппелем На одну сцену Легко Легко И кто кого Разогревает Вот я скажу Тоже большой Вопрос Baby please don't go Вторая вещь Понятно что это Baby please don't go Тут пошла веселуха Honeybee Еще один тяжеляк Это я про концертную Пластинку говорю The same thing На второй стороне Моди Уотерс поет Практически под бас-гитару Заполняя своим голосом Все пространство Это действительно Голос который стоит Миллион долларов Тут по другому И не скажешь Это просто Какой-то Гипноз Голос из космоса Ну и Под конец Гот мой мой Джо Уокин Часть первая И часть вторая На Это произведение Выходит уже Бадди Майлз Вместе с Дональдом Дагданном И задают Быстрого Блюза Такого Который Переворачивает Создание И говорит Что Ну Рок-музыка Конечно Хорошо Все эти Английские Группы Да Но это Все Пацаны В коротких Штанишках Которые Играют Какие-то Веселые Песенки Для Тинейджеров Тоже В коротких Штанишках Что и доказала Нам группа ACDC Очень Очень хорошо Подобраны Костюмы У группы ACDC Вот эти Вот Школьная Форма Это вот Как раз Абсолютно Адекватно Музыке Которую Они Играют Которую Играют Все Англичане От начала До конца А это Музыка Взрослых Мужчин Это Настоящее Что касается Студийного Альбома All I Bored Первая песня Начинается с Гармошки Пола Баттерфилда Гудок Паровоза Отчетливый Совершенно В этой гармошке И пошло Пошло Колесо Покатилось 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 И прикатилось В Men Men Disposition Вот Те Кто любит Настоящий Тягучий Черный Блюз Вот он Здесь С гармошкой Которая Опять таки Режет Все С гитарой Которая Режет То Что осталось В живых Еще после Гармошки И с голосом Моди Уотерса Здравствуй Здравствуйте Ребята Человек Смотрит Сверху На Вот таких Вот Людей Которые В зрительном Зале Маленькие Такие Или у своих Проигрывателей Сидят Маленькие Маленькие И огромный Моди Уотерс Ну что Ребята Сейчас будет Блюз И вот Этот Самый Мин Диспозишн Так И Прокатывает Тягучей Тяжелой Нефтяной Волной Сыграно Просто Невероятно Тяжело Невероятно Невероятно Сильно Мощно И туго Я бы сказал Напомню Про концертный Альбом Про концертную Часть Этой Пластинки Для тех Кто любит Led Zeppelin Крим В основном Даже Led Zeppelin Это Будет Большим Удивлением Большим Сюрпризом Как можно Без Перегруженной Гитары Джимми Пейджа Без Адских Барабанов Джона Бонома Задать Такой Вот Кач Такой Такой Рокешник Я бы сказал Ну Вернувшись К студийному Альбому Blow Wind Blow Еще Один Удар В сознание Просто И Can't Lose What You Ain't Ever Had И Walking Through The Park Это совсем уже веселый номер Можно передохнуть И Вспомнить о том Что блюз Это все таки Не для того Чтобы Тебя кинуло на диван Или на стул В зрительном зале И расплющило Так что Ты уже не можешь встать А это все таки Музыка клубов Эта песня Позволяет тебе встать Все таки Подойти к стойке Взять пиво Выпить Поговорить с девчонкой Прийти в себя Немножко И посмотреть на сцену Как здорово люди Играют Послушать Но Ничего Ничего страшного Потому что На второй стороне Forty Days and Forty Nights Сразу тяжелой поступью Опять тебя Прибивает Пришибает И опять ты понимаешь Что блюз Это самая Громкая Самая настоящая Самая взрослая Самая мужская Музыка Самая конкретная Безо всяких Вот этих Шалостей Детскосадовских Ну Rolling Stones С этой штукой Справлялись Надо им отдать Должное Они Вернули популярность Черного блюза Во всем мире Честь им и хвала За это Standing Round Crime По ощущениям Примерно то же самое Что Men Disposition Тоже Тягучая Тяжелая Нефтяная Волна Которая Тебя Вот так Вот Раз И ты В ней Тонешь Но Захлебываться Нефтью Оказывается Приятно Под эту Песню Ничего страшного Никто не умирает Но сознание Меняется И Никакой Психоделей Не нужно А просто Нужна Адская Гитара Майкла Блумфилда Который Без этих Всяких Без этого Ничего Этого Не надо И Все И ты Уже Там И ты Уже Сюда Уже Не вернешься Никогда I'm ready Все-таки Немножко Встряхнуться Все-таки Немножко Обычной Жизни Добавить I'm ready For you Вперед 24 hours И Sugar Sweet То Что Можно Назвать Классическим Нормальным Потребительским Блюзом Человеческим Я Не Сказал Что Это Самые Классные Номера На Этом Альбоме Но Нужно Вздохнуть Не Все Люди Готовы К Таким Песням Как Men Disposition Которые Неподготовленного Человека Может Просто Накрыть Как Так Серьезно Немножко Можно Вздохнуть И Неподготовленный Парень Или девушка Скажет А ну Блюз Да Я люблю Блюз Ах Ах Я люблю Блюз Послушаем Эту штуку Да Очень хорошо Ну В общем По По мощи По зверству Этот альбом Я Не знаю Даже С чем сравнить С группой Пантера Я не имею Ввиду Стиль Не имею Ввиду Скорость А по Именно По зверству По подаче Которая Просто Так То есть Блэк Саббот Тут отдыхает Вообще Совсем Совсем Просто Ледзеппелин Рядом Опять Таки Я не имею Ввиду Стиль Музыки Я имею Ввиду Ощущение Ощущение Вот это Когда Тебя Пришибает В общем Мадди Уотерс Тут Дал Дал Блюза По-настоящему Фадерс Санс Отцы И дети Мадди Уотерс Человек Уже Достаточно Взрослый Отис Спен Да А Молодежная Группа Пола Баттерфилда Показала Что Они тоже Все Умеют И все Могут Бадди Майлз К сожалению Только На концертной Части И только В одной Песне Здесь У нас Присутствует Вот Так вот Советую Очень этот Альбом И напоследок Хочу сказать Что блюз Это музыка Абсолютно Космическая Для меня Это Спейс Рок Самый Настоящий Потому что Эта музыка В силу Своего Минимализма Она Как-то Она вот Как будто Действительно Из космоса Музыка Из Из какого-то Другого Времени Из другого Пространства С Другим Посылом С другим Видением Мира Совсем И она Очень глубокая Она Она Действительно Космическая Вот это Все Это все Искусственно Это все Придуманное Из головы А Эта штука Не из головы Она От мира Пошел пить Пока Продолжение следует...